Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Это богослужение христианской церкви Маранафа, и мы хотим сказать добро пожаловать всем вам, кому прислали приглашение поучаствовать на этом богослужении. Члены нашей церкви, они распространяют, евангелизируют линками для того, чтобы вы могли, получив линк, поучаствовать в нашем богослужении. И для нас большая радость, что вы сегодня с нами. И мы начнем это богослужение с молитвы «Воззвание крови Иисуса». И если желаете, гости наши, кого пригласили, можете вместе с нами склониться пред Богом, но церковь встанет на колени в этот момент молитвы. Господь, мы взываем о силе крови Иисуса. Мы грешники. Мы нуждаемся в действии Духа Твоего Святого в наших жизнях, чтобы мы могли быть омыты, очищены кровью Иисуса, имели прощение греха и могли войти во Святой Святых в Твое присутствие, услышать голос Твой и принести Тебе хвалу и поклонение Твоей церкви. Мы молим Тебя об этом благословении во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете присаживаться. Мы прославим Господа. Хвала – это благословение. Хвала – она вдохновлена Духом Святым, как Господь вдохновил многих людей. И мы прославим, поклонимся Богу. Будьте вместе с нами, слова будут на экране, и вы можете поклоняться Богу в это время. Мой грех был искуплен Тобой на кресте Твоею любовью, и от смерти печальной участи избавил Ты меня, Господь мой. О живое пламя, приди и разожги в моей душе бесконечное благо. Тебе я поклоняюсь и всегда молю, о Иисус, обитай во мне. Если я слышу настойчивый, искусительный голос Искусителя, ты ведешь меня, ты помогаешь мне, и ты делаешь меня победителем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Душа моя, искупленная, имеет жизнь только в любви Твоей. И я признаю, ценю все то, чем я обязан Тебе, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Да будет прославлено имя Господня, слава Иисусу. Это чудесно, что мы можем восхвалять Бога нашего. И мы споем еще один псалом поклонения. И после этого пастор Жедоу Ци донесет до нас слово. Я шагаю верою, смотря только на Иисуса. Он взял в руку свою, мою руку. И таким образом я в безопасности хожу пред Ним. И как свет зари, путь мой, становится все ярче с каждым днем. С каждым мгновением, простите. До того дня, дня совершенного, когда он придет. Как свет зари, с каждым мгновением, путь мой становится все светлее и ярче. До того момента, когда он вернется. Я приветствую всех наших братьев и сестер, и друзей наших, которые подключились к нам. Миром Господа Иисуса! Важно сказать всем, кто слышит нас сейчас, что в эти выходные мы получили большое благословение, что кроме тех 501 пастора, которые были рукоположены две недели назад с возложением рук пресвитеров, на этой неделе также еще группа была рукоположена 133 труженика. Особенно сегодня во многих церквях до нашего слова в 7 часов уже было рукоположение этой новой группы. И мы будем праздновать в ближайшие дни, мы предупредим, таким же образом мы будем пировать, праздновать за рукоположение этих новых пасторов. Итак, 634 новых пасторов и поставленных на достижение, на служение слова в работе Духа Святого. Братья и сестры, то, о чем мы с вами поразмышляем сегодня вечером вместе с вами, о заботе, которую нужно в это время совершать в отношении бодрствования. Итак, мы будем говорить сегодня с вами о бодрствовании. Когда мы говорим «бодрствовать», мы вспоминаем различные моменты, когда в прошлом году мы были предупреждены через послание, через проповеди Ветхого Завета и жизни Неемии, о том факте, что принесло нам большое назидание, это восстановление стен Иерусалима. И та пророческая форма, каким образом это восстановление, оно доходит до нас. Мы живем в такой же момент, у нас те же самые нужды, те же самые трудности, и те же самые благословения, восстановления, когда мы живем в наши дни, в этот момент. Я хотел зачитать текст Священного Писания в Слове Божьем из книги Неемии, в седьмой главе третьего стиха. И я хотел бы, чтобы вы все вместе со мной зачитали. Откройте ваши Библии, Неемия, седьмая глава, третий стих. Так говорит нам Священное Писание. Давайте зачитаем вместе со мной. «И сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на стражу свою, и каждого напротив дома своего». И каждого напротив дома своего. Братья и сестры, этот совет имеет пророческую ценность, значение для нас. Если мы начнем пересматривать так внимательно факты, которые произошли при восстановлении стен Иерусалима, мы можем вспомнить, что Неемия был из того народа, который был введен в пленение. И он служил тому царю, который пленил их. И он узнал однажды о состоянии Иерусалима, который был разрушен. Стены были разрушены, ворота сожжены огнем, народ жил в большой нищете. И это его коснулось глубоко и подвигло его попросить у царя восстановить Иерусалим. И царь позволил. И теперь начинается его борьба. Он приходит в Иерусалим на лошади, он въезжает в город, и вечером же он выходит, осматривает. Он не говорил ничего никому в течение три дней. И теперь у него было повиновение царя и ресурсы, чтобы восстановить стены и врата Иерусалима. И он начинает это восстановление. И при этом восстановление он сталкивается с людьми, которые жаждали, чтобы это произошло, потому что нищета была великая, город был разрушен, дома многие были разрушены и были не защищены. Это была очень печальная ситуация. земля не родила нормально для них. И так это были большие трудности. И он начинает восстановление. И люди начинают ему помогать. И среди них был один человек, который отвечал за богослужения в Иерусалиме, в городе Иерусалиме, в храме. Его звали Ильязив. Он не просто был священником, он был первосвященником. И у первосвященника были ответственности больше, чем у священника. Он был старшим среди священников, и только он мог входить раз в год в освятилище, во святое святых. Это была прерогатива первосвященника. Раз в год, Слово Божье говорит, с кровью, не без крови. Этот замечательный человек, Ильязив, Ильяшив, и он помог при восстановлении, Ильяшив, простите, да, он помог также восстанавливать и стены, и ворота. И когда все уже было готово, Немия вернулся обратно к царю на свой пост. Прошло время, не очень большое время, и для удивления, даже наше, когда мы читаем Библию, когда мы обращаем внимание на факты, мы видим, что враги Неми этого сановала Товия, и Слово Божье говорит, и пророки, которые пророчествовали по плоти, обман, ради тех, кто находился в таком состоянии, кто не переживал за Иерусалим. Одна даже пророчица, которая упомянуется здесь, которая объединилась с этими врагами. И что же они делали? Во-первых, они восстали. Что этот человек пришел сюда сделать? Для чего восстанавливать Иерусалим? И начали их запугивать. Потом сказали, что они убьют там, в Немею. Составили план, чтобы убить. Итак, Санавалат, Товия и еще пару человек. Они были готовы помешать восстановлению Иерусалима. Это была большая, серьезная борьба. И Неми продолжал твердо, меня Бог поставил, и у меня нет времени, чтобы спускаться к вам и терять время с вами. Я буду восстанавливать города, и город был восстановлен. Город был восстановлен, Неми вернулся, он поставил людей на свои места. И первосвященник, этот важный человек, Елиашиф, он выходит из проекта Божьего. И для его жизни, для служения его, восстановления храма, то, что было его функция. И знаете, почему он вышел из проекта? Во-первых, он породнился с врагами царства проекта Божьего, те, которые противостояли работе Божьей, как раз таки с ними он и связался. Товию, ужасный человек, Товия. Он позволил Товию внести его личные вещи в храм Господень. Это сумасшествие. Мы можем сказать, что этот человек, он был чокнутый. Елиашиф, он был первосвященник. Как он потерял это развлечение? Один из детей, Ильашива, он женился на родственнице еще другого врага, Санавалат. Представьте себе, работа восстановлена, построенная, благословленная, где Бог хочет проявляться тебя. И тут священник вдруг он был ответственный за то, чтобы ревновать о доктрине, о чистоте. Первосвященник, он в центре всего должно быть этого блюстительства. И он должен был блюсти за богослужением в храме. Посмотрите, что он позволил. Вот человек, он такой, когда он выходит из проекта Божьего, он в состоянии делать любые вещи, сумасшедшие вещи. Человек, который выходит из проекта Божьего, он способен на все. Почему мы говорим о бодрствовании? Потому что это наше время. Церковь, работа Святого Духа, то, что Дух Святой совершает, он уже давно, восстановление стен, борьба наша была за это. были благословения в Бразилии и за рубежом. Мир услышал это слово и был очень большой эффект, большая победа, пробуждение. Многие, многих коснулись и пробудило их к Слову Божьему, к тому времени, в котором мы живем. И что это все представляет собой? Ты представляешь, что нам нужно еще больше бодрствовать сейчас. Потому что то, чего мы желаем, где мы находимся, куда мы отправимся, мы должны определиться в нашей жизни. Если мы получили благословение, поправили нашу жизнь, мы поняли проект Божий на сегодня, а на следующий день мы берем врагов и вводим в наш дом, в наши разговоры. Интересно, что Тобиа, он получал и отсылал письма, чтобы говорить плохо, чтобы комментировать о труде Ниэми, о той работе, которую Ниэми совершал. Мы живем в мире точно таком же. Это не только здесь, в Виторе, в Виловере, по всему миру. Сегодня послания отправляются, лайфы делают, вживую транслируют, что никакого отношения к благословению, которое мы получили от Духа Святого, однажды не имеет отношения. Почему? Потому что это время такое, когда храм Духа Святого уже должен быть готов. Мы не можем позволить ничего, что входит в нашу жизнь, пытается войти в нашу жизнь, чтобы это вошло. И тогда приходит руководство от Ниэми. Не открывайте двери Иерусалима, пока солнце не обогреть. Это время ночи. Мы живем в пророческий период ночи. Иерусалим это место богослужения, место благословений, место присутствия Духа Святого, крещения Духа Святого, духовных даров. Это время церкви. Но время тьмы для мира, который вокруг нас. И текст говорит, советует Ниэми, он повелевает, он говорит, все уже готово. Итак, не открывайте ворот Иерусалима, не открывайте ворот вашего дома, не открывайте ворот ваших ушей, и ваших очей. Не открывайте для ночи, потому что если вы откроете, враг войдет, и он входит, и посмотрите, он как вошел даже в дом первосвященника, он был первосвященником. Но как такое вообще возможно, он в таком положении находился, он единственный, кто не мог так поступить, и он так и поступил. Это для того, чтобы нам продемонстрировать то, что слово Иисуса к нам говорит в это время, в которое мы живем. Они будут говорить, он здесь, он там, Иисус не в этом, он в сердце тех, кто однажды приняли его, он не тут, где-то там, и в жизни, и в цель, в теле, в свидетельстве верной церкви, которая живет руководством Святого Духа, как тело по всему миру, пока не обогреет сердце, солнце, простите, церковь должна бодрствовать в это время, пока солнце правды не явится на горизонте. Так, вокруг эта тьма, Иисус предупреждал церковь об этом моменте, говорит, в полночь услышался крик, вот, жених идет, выходите навстречу ему, потому что солнце взойдет, но, пока солнце не обогревло, не взошло, закройте врата, закройте двери, и написано не просто закройте, но замыкайте, запирайте дверь, я не принимаю силы крови Иисуса, твое слово, чего, врага, Гешема, Тови, и 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 нам нужно быть осторожными в это время, мы не говорим, что И И И И Р написано человека, который не должен был поступать так, как он поступил, когда он выходит из проекта Божьего, и когда он выходит из Божьего проекта, он способен на все, но если ты только откроешь двери или не закроешь для них двери, не запрешь и не замкнешь двери на ключ, и не скажешь своим братьям, своим друзьям, своим соседям, те, кто живут в Иерусалиме, каждый должен стоять перед домом своим на страже, охранять, чтобы каждый был перед своим домом, бодрствовал. Не я буду бодрствовать перед твоим домом, не я буду заботиться о твоей церкви, о твоем служении, и никто не будет заботиться о моем доме. Я за это отвечаю, я должен быть на страже, я должен определиться. И Неемия, он стоял на страже, он определился. Когда построено, легко разрушить, тяжело строить, и многие недовольны, когда они видят строительство, потому что они считают, что это они построили, поэтому они могут разрушать. Но работу Божью никто не сможет разрушить. Это слово для нашего покоя, потому что вы хорошо проинформированы, это не новшество для вас. Мы изучали эту тему весь год прошлый, о притчах, об этих мы говорили, о пришествии Господа Иисуса. Я буду заканчивать здесь. Скажу в заключении, что все то, что мы сказали сейчас о проекте, в котором мы живем, о бодрствовании. Иисус, он переживал за церковь, и он пророчествует ученикам своим об этом моменте, в котором мы с вами живем. Матфея, 24 главе, и он в 36 стихе, мы видим интересные аспекты. Так написано, 24 глава, 36 стих. «О днем же том и часе никто не знает, ни Ангела Небесный, а только Отец Мой Небесный». Потом 44 стих. «Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». Какое время ты думаешь, что Он придет? Как раз таки в это Он не придет. Это в то время, в которое Бог Отец уже определил. И текст еще продолжается. «То придет Господин Раба Тово в день, в который Он не ожидает, и в час, который не думает». Итак, возлюбленные, вот в этом наш мотив бодрствования. Стены уже восстановлены. Работа Святого Духа, она установлена. Бог благословляет всех, на всех тех, кто понимает пророческий момент, в котором мы живем. Проповедь, которая проповедуется. Новые труженики приходят. Те, кто уходят, тоже необходимо, чтобы они ушли, чтобы не мешали, чтобы работа Святого Духа продолжала маршировать, чтобы она продолжала исполнять тот проект, который Господь определил для нас. И каждый из нас должен стоять пред домом своим, пред семьей, пред детьми. Заботьтесь о них. Заботьтесь о женах ваших, о детях ваших, о семье вашей. Закройте двери, замкните на замок. Вы отвечаете за дом свой. Если ты брат, ты отвечаешь за доктрину, за наставление, замкни, запри дверь. И стой на страже напротив дома своего, потому что враг недоволен о восстановлении стен. И кто переживает о людях, о новшествах, люди, которым нечего предложить, кто об этом переживает, для них тоже есть свое место. Там, вне, работа Святого Духа не имеет места для людей, смотрящих назад. Сейчас это время идти вперед. И призвание сегодня в том, чтобы двери были запихты, замкнуты. Ночь, она уже есть, но придет новый день. Рассвет нового дня придет. И он говорит, я все стою у дверей и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду в дом с ним и буду вечерить с ним, и он со мной. Закройте двери. Мир Божий. Возьми твою часть, брат мой. Бостол наполнен. Бери обильно, потому что Христос не позволил умереть твоей надежде. Наполни житницу твою благословениями духовными. Позволь, чтобы все это перетекало, чтобы было с избытком, потому что благословений никогда не бывает слишком много. Стол приготовлен перед нами. И ангел с подносом в руках своих. И у верующих голова помазана, и горящие угли горят в сердцах их. И Христос спрашивает у каждого, что хочешь, чтоб я сделал тебе, брат мой. Сегодня благословения изливаются обильно. Простри руку твою к Иисусу Христу. Простри руку твою к Иисусу Христу. Питание на этой эмпире очень чистое. И благословение – это спасение и исцеление. Достаточно верить в имя Иисуса. И Он даст тебе совершенство. И Христос спрашивает каждого, что ты хочешь, чтоб я сделал для тебя. Сегодня благословения будут излиты обильно. Достаточно воззвать о крови Иисуса. Возьми твою часть, брат мой, сестра моя. Стол, он переполняется. Бери обильно. Ибо твоей надежде не позволил Христос умереть. Наполни. Наполни житницы своей духовными благословениями. Позволь, чтоб все это переполнялось. Потому что благословений не бывает слишком многих. Григорий. Мы помолимся в заключении. Господь, мы находимся пред Тобою, пред Словом Твоим, которое не устаревает, пред Твоим учением, которое приносит нам утешение, спокойствие, водительство для наших жизней. Мы находимся причудным пророческим аспектом, наставлением, которое помогает, чтобы мы не сконфужены были ни в чем, не обманывались. Поэтому мы славим имя Твое Святое и поклоняемся Тебе, ибо Ты открываешь разум и понимаем все те, кто слышит нас этим вечером, для их блага, по славу имени Твоего. И мы просим за тех, кто болеет, родственники, близкие, кто переживает, кто страдает в этой жизни. И мы просим Тебя, вступи из тех, кто переживает о завтрашнем дне, сохрани народ Твой, об этого зла, который доминирует в мире. И также благослови слуг Твоих, дай мудрости и желания слушаться Тебя, повиноваться Тебе, чтобы они были постоянными, чтобы двери жизни нашей, дома нашего, наши уши, наши глаза всегда были закрыты для всего того, что не от Тебя исходит. И чтобы мы были открыты к рассвету нового дня. И отпусти нас с миром Твоим, благослови народ Твой, исцеляя, освобождая и совершая спасение во имя Иисуса. Аминь. И да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь, несравненная Бога нашего Вечного Отца, и сила, утешение и общение Святого Духа Божьего. Да будут со всеми вами возлюблены, со всем народом Божьим сейчас и в обеки. Аминь. Я хотел бы еще напомнить нашим братьям и сестрам, что у нас семинар международный проходит пятиминутный, и тема она о благодати. Во вторник и в пятницу транслируется в 7.30 вечера у нас 5 минут об этой теме. Это мини-семинар международный. Любой человек может участвовать, не нужно подписываться. Если есть какие-то сомнения, можете присылать нам на телефон бесплатной горячей линии. Все, кто желает, можете отдавать этот телефон всем тем, кто нуждается в молитве. Да благословит всех вас Господь. Мир Божий вам. Субтитры создавал DimaTorzok